всем привет продолжаем играть в игру fallout ну я играю и зачитываю полезную информацию из книги совершенный код стива макконнелла кто не купил бегом покупайте и не слушайте то что я тут зачитываю так как иногда нормально зачитать не получается ну все бывает и так надо загрузиться прошлый раз мы остановились на я остановился на главе 11 сила имен переменных и так уж получилось что я в прошлый раз короче начал писать видео писал 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 читал 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 проходил квесты а потом увидел что хорошо что я клацнул то что я записал я не я не часто это дело но посмотрел короче там половина звука точнее видео вместо видео был чел черный кран кран то есть по половина видео там минут 30 еще нормально остальные 30 минут было черти и и и и и буду заново зачитывать то что зачитывал а зачем я это говорю а к тому что я был совсем другом месте в прошлый раз уже не помню я уже взял новый уровень я взял уговорил маркуса пойти со мной и в брокен хилсе я по моему выполнил все квесты и кстати если вы помните вот этот вот штрих под именем вик иногда промазывается промазывает ну когда там замес какой-то идет бойня вот маркус тоже промазывается но когда промаз промазывает он и попадает в меня меня просто разрывает на части потому что маркуса мини ган и это иногда очень печально и вот я пытаюсь добраться я уже не помню куда шел куда-то я пытаюсь а я пытаюсь дойти все-таки до города убежища и в гекко и но мои попытки не всегда успешны вот опять опять и мне ну я попробую пострелять ну и продолжим у нас тут у нас тут дальше по этой главе именование булевых переменных и так начинаем помните типичные имена булевых переменных и вот некоторые наиболее полезные имена для булевых переменных дан используйте переменную дан как признак завершения цикла или другой операции присвоите и false до выполнения действия и установите ее в true это было неожиданно в true после его завершения эррор используйте переменную error как признак ошибки присвоите и значение false если все в порядке и true в противном случае found используйте переменную found для определения того обнаружено ли некоторое значение установите ее false для определения если значение не обнаружено и в true как только значение найдено используйте переменную found при поиске значения в массиве идентификатора сотрудника файле определю определенного чека в списке чеков и так далее и тому подобное success или ok используйте переменную success или ok как признак успешного завершения операции присвоите и false если операция завершилась неудачей или и и true если операция выполнена успешно если можете замените имя success на более определенные ясно определяющие смысл успеха если под успехом понимается завершение обработки данных можете назвать переменную processing complete если успех подразумевает обнаружение конкретного значения можете использовать переменную found присваиваете булевым переменным имена подразумевающие значение true или false имена вроде дан и success хорошие имена булевых переменных потому что они предполагают использование только значений true или false что-то может быть или выполнено или не выполнено операция может завершиться или успехом или неудачей с другой стороны имена вроде статус и source файл не годятся так как при этом значение true или false не имеют ясного смысла какой вывод можно сделать если переменный статус задано значение true означает ли что что-то имеет статус все имеет статус означает ли это что что-то имеет статус все в порядке означает ли значение false что никакое действие не было выполнено неверно если переменная имеет имя статус ничего определенного на сей счет сказать нельзя поэтому имя статус лучше заменить на имя вроде error или статус ok а имя source файл на source файл или подобное имя соответствующие сути переменной некоторые программисты любят дополнять имена булевых переменных префиксом из в результате имя переменной превращается в вопрос is done, is error, is found, is processing complete ответ на этот вопрос сразу становится и значением переменной достоинство этого подхода в том что он исключает использование неопределенных имен что-то типа вопрос из статус не имеет никакого смысла однако в то же время он затрудняет чтение логических выражений например условие if is found менее понятно чем if found используйте утвердительные имена булевых переменных имена основанные на отрицании такие как not found, not done или not successful при выполнении над переменной операции отрицания становятся куда менее понятны например if not not found подобные имена следует заменить на found, done и processing complete выполняя отрицание переменных в случае надобности так что для проверки нужного значения вы использовали бы выражение found а не not not found так и именование перечислений принадлежность переменных к тому или иному перечислению можно пояснить дополнив их имена префиксами такими как color подчеркивание planet подчеркивание или months подчеркивание так это что такое человек охраняющий мост ух ты так сохранимся кроме того кроме того сами перечисления color planet или months можно идентифицировать разными способами например используя их имена только заглавные буквы или дополняя их имена префиксами е ну я так в основном делаю впереди типа ну перечисления ставлю маленькую буковку е но тут в книге еще е подчеркивание но я без подчеркивания это делаю кое-кто мог бы сказать что перечисление по сути является типом определяемым пользователем поэтому имена перечислений надо форматировать так же как имена классов и других пользовательских типов с другой стороны члены перечислений являются константами поэтому имена перечислений следует форматировать как имена констант Ну, в этой книге Стив МакКоннелл придерживается конвенции, предусматривающей применение в именах перечислений букв обеих регистров. Так, кто это у нас? То и тот, кто должен ответить мне на три вопроса. Ладно, как твое имя? В чем твоя задача? Отыскать... Какой вес может нести персонаж с силой 6? Че? Ух ты, блин. Вот так вот. Круто. А сколько он может... Откуда я знаю, блин, сколько он может нести с силой 6? С силой 6. А сколько у меня? У меня силы 5. Общий вес 100. Крепкий хребет. Тут нет, тут нет, тут нет. Блин. Ну, ладно, будем методом тыка, что ли. Так. 200 футов. Не подошло. Блин, а чем... Ого, 6000 очков урона. Так, ладно, идем дальше. Я пока буду угадывать, а мы будем идти дальше. Так, в некоторых языках перечисления рассматриваются скорее как классы. А имена членов перечисления всегда предшествуют имя самому перечисления. Например, color, точка, color, подчеркивание, red. Или planet, точка, planet, подчеркивание, earth. Ну, planet это имя типа перечисления. Ну, а дальше через точечку значения. Прошли. Сохраняемся. Если вы используете подобный язык, повторять префикс не имеет смысла. Так что вы можете считать префиксом само имя перечисления и сократить имена до color, точка, red и planet, точка, earth. Итак, именование констант. Блин, а что это хранитель моста и все? Круто. Больше тут ничего нету? Эээ... Блин, а может быть... Где-то тут все-таки что-то есть. Ничего нету. А ну-ка карту. Черт и шо. Так, именование констант. Имя константы должно характеризовать абстрактную сущность, представляемую константой, а не конкретное значение. Имя 5 плохое имя константы. Независимо от того, имеет оно значение 5 или не имеет. SocleNeeded, хорошее имя, SocleNeeded, может иметь значение 5, 6 и любое другое. Выражение 5 равно 6, было бы странным. Аналогично Baker's Dozen, плохое имя константы. А Donuts Max вполне подходящее. Ну, что-то такое по этим константам. Так, идем дальше. Сила конвенций именования. Программисты предпочитают порой не использовать стандарты и конвенции по вполне разумной причине. Некоторые стандарты и конвенции слишком жесткие и неэффективные, подавляют творчество и снижают качество программы. Это печально, так как эффективные стандарты – один из мощнейших инструментов. В следующем разделе я зачитаю рекомендации Стива МакКоннелла по тому, почему, когда и как создавать собственные стандарты именования переменных. А пока я пробегусь по ящичкам. Ничего нету, ничего нету. Так, так, надо поводить. Это что, по-моему, электростанция. По-моему, по-моему. Так, никто не хочет говорить. Так, бухло в УЗИ, бухло, не, мне не надо. Которую, да-да-да-да-да. Поищи в убежище. А, блин, а, просил людей. Я тут всем заправляю. Голова. Однако, скажу, тебе нужна помощь. Не, не надо. Что такое винт? Ого. Так, это я, типа, с ним играю. Типа, он выиграл? Ладно, бартер. Да, блин. Че тут? Че тут? Тут ничего нет. Так, ладно, пока идем дальше. Итак, зачем нужны конвенции? Сейчас я до утра посплю. Вот так вот. Зачем нужны конвенции? Конвенции обеспечивают несколько преимуществ. Они позволяют больше принимать как данные. Приняв одно общее решение, вместо нескольких более узких, вы сможете сосредоточиться на более важных аспектах кода. Они помогают использовать знания, полученные при работе над предыдущими проектами. Сходство имен облегчает понимание незнакомых переменных. Они ускоряют изучение кода нового проекта. Вместо изучения особенностей кода Аниты, Джулии и Кристин, вы сможете работать с более согласованным кодом. Они подавляют размножение имен. Не применяя конвенцию именования, вы легко можете присвоить одной сущности два разных имени. Скажем, вы можете назвать общее число баллов и Point Total и Total Points. Возможно, при написании программы вам все будет понятно. Но другой программист, который попытается понять такой код позже, может столкнуться с серьезными проблемами. Они компенсируют слабости языка. Вы можете использовать конвенции для имитации именованных констант и перечислений. Конвенции позволяют провести грань между локальными данными, данными класса и глобальными данными. А также охарактеризовать типы, не поддерживаемые компилятором. Почему ты не можешь починить? Ну, я заведую, но на самом деле я тут совсем кручусь один. Ты, должно быть, здорово, да. Хм. Должно быть так. Это весьма... Но у меня за плечами годы опыта в отношении Атаньяны. Должно быть ты знаток своего дела. Большинство людей думает, что это просто. Они думают, что любой может управлять. Впечатляет. Конечно, немного помощи мне бы не помешало, но понимаешь ли, никто другой не обладает. Да-да-да-да-ля-ля-ля. Да разве... Как ты? Я понимаешь, понимаю. Управлял бы как надо. Управлял бы и городом, да. Разве тогда не придется протянуть высоковольтовку через... Так, не могу поверить, что никто не видит чего-то. Блин, а как же... Чё, всё? Блин, может он отремонтирует это всё-таки? Или... Насколько... В городе... Недовольны ты вот. Ну и они тоже... Блин, а сколько у меня... Этот... Едут разговор... Где тут? Красноречие 73. А интеллект... Содержание и многим интеллектом мало. А есть ли способ его повысить? Рад икс, метон. Не то. Так, улучшает функцию головного мозга. Вызывает сильное привыкание. А если мы попробуем... Ещё раз с ним поговорить. Сейчас я 5 сек. Так, так, так. Так, давайте-ка про конвенции. Да, сейчас дальше дочитаю ещё, зачем они нужны. Они подчёркивают отношения между связанными элементами. Если вы используете данные объектами. Если вы используете данные объектов, компилятор заботится об этом автоматически. Если язык не поддерживает объекты, вы можете свести этот недостаток к минимуму при помощи конвенции именования. Такие имена адрес, фон и нейм не говорят о том, что эти переменные связаны между собой. Но если вы решите дополнять все переменные, хранящие данные о сотрудниках префиксом employee, то эта связь будет ясно выражена в итоговых именах employee address, employee phone и employee name. Конвенции программирования могут устранить недостатки используемого вами языка. Суть сказанного в том, что наличие хоть какой-то конвенции обычно предпочтительнее, чем её отсутствие. Конвенция может быть произвольной. Сила конвенции именования объясняется не конкретными аспектами, а самим фактом их использования, обеспечивающим структурирование кода и уменьшающим количество поводов для беспокойства. Ладно, закинемся ментантами, интеллект вырос. Сейчас 7, очень хорошо, да, попробуем с ним ещё поговорить. Говорят... Всё, только... Должно быть и знаток... Впечатляет... Как-то он не уговаривается отремонтировать. Да, не получается. Так, а чё там, чё там, чё-то надо было... Чё-то надо было сделать, я уже не помню. Сейчас с этим ещё перетрём. Хэнк у меня с собой отчёт по... Вот. Пожалуй, я отключился охлаждение... Блин! А ну-ка я сохранюсь. И ещё раз. Там внутри же... Великолепно, я им воспользуюсь. М-м-м, понимаешь... Ну... Наверное, к компьютеру надо подойти. Инициализация. И введите рабочий код действия. Вот это... Неверный. Не, давай-ка я... Он сейчас получается отключить систему охлаждения. И... И чё будет? А двери-то не закрыл. Ну, не знаю, чё будет. Посмотрим. Так, пока... Панель управления системы охлаждения. А, это он пошёл аж сюда, походу. Не знаю, не знаю. А, вот этот робот. Ладно, пока он идёт... Пойдём дальше. Когда следует использовать конвенцию именования? Неприложенных правил на этот счёт нет. Однако, некоторые рекомендации... Дать можно. Итак, используйте конвенцию именования, если... Над проектом будут работать несколько программистов. Программу будут изменять и сопровождать другие программисты. Что имеет место почти всегда. Обзор программы выполняют другие программисты из вашей компании. Программа так велика, что вы не можете полностью охватить её умом. А вынуждены рассматривать по частям. Программа будет использоваться... Сейчас, погодьте. Программа будет использоваться длительное время. Из-за чего вам, возможно, придётся вернуться к ней через несколько недель или месяцев. Прикладная область имеет необычную терминологию. И вы хотите стандартизировать применение терминов или аббревиатур в коде. Использовать конвенции именования всегда выгодно. А советы Стива МакКоннелла помогут вам определить оптимальную детальность конвенции для конкретного проекта. Короче, отключение этого была плохая идея. Поэтому... О, поэтому ещё побегаем. Я побегаю по... Побегаю здесь ещё... В Геккай и опять схожу в этот город-убежище. Всё-таки мне туда надо зайти. Как там? Меня не пускают. Фоновая утечка. Так... Он говорит фоновая утечка. Ладно. Ладно. Надо побегать. Может квесты какие-то. Может кто-то ещё в чём-то поможет. Колодец. Она необычно тёплая. По-любому с радиацией. По-любому. Так. Идём дальше. Степень формальности конвенции. Конвенции... Конвенциям именования могут соответствовать разные степени формальности. Неформальная конвенция может быть совсем простой. Используйте выразительные имена. Другие неформальные конвенции рассматриваются в следующем разделе. В общем, оптимальная степень формальности конвенции определяется числом людей, работающих над программой, размером программы и ожидаемым временем её использования. При работе над крошечными проектами, подлежащим выбросу, следование строгой конвенции, наверное, окажется пустой тратой сил. В случае более крупных проектов, реализуемых с участием нескольких программистов, формальная конвенция – важнейшее средство улучшения удобочитаемости кода. Так, Гарольд. Чуть не надо. Так, у него ничего полезного. Да, походу я что-то в тупик какой-то зашёл. Надо отремонтировать одно, а туда не пускают, надо другое. А там не то, а там не сё, всё не так. Сейчас попробую ещё раз бегать в этот город-убежище. Может, пустят, может, может… Так, ладно, следующая подглава, да, неформальная конвенция именования. Итак. Итак, итак. Итак, итак. Чё тут? Тут куски кода, зачитывать я их не хочу. Ну, не хочу и не буду, значит, буду идти дальше. Так, это получается у нас неформальные конвенции и конвенции, не зависящие от языка. Идентифицируйте глобальные переменные. Одной из частых проблем программирования является неверное использование глобальных переменных. Если вы присвоите всем глобальным переменным, начинающиеся, скажем, с префикса g, подчёркивание, программисты, увидевшие переменную g, подчёркивание, running total, сразу поймёт, что это глобальные переменные и будет обращаться с ней должным образом. Так, смотрю-ка, у него есть тут припасы, которые можно будет пополнить. Ну, я тогда это, наверное, сделаю позже, чтобы сейчас не тратить время. Сейчас я здесь ещё побегаю, может, квесты какие-то. А потом уже окончу запись и сбагрю ему всё, что мне не надо. Так, идентифицируйте переменные члены. Идентифицируйте данные члены класса. Ясно, покажите, что переменная член не является ни локальной, ни глобальной переменной. Идентифицировать переменные члена класса можно, например, при помощи префикса m или m подчёркивания. Так, идентифицируйте определение типов. Конвенции именований типов играют две роли. Они явно показывают, что имя является именем типа и предотвращают конфликты имён и переменных. Для этого вполне годится префикс или суффикс. В C++ для именования типов обычно используют только заглавные буквы, например, color и menu. Но это устарело уже давно. Это справедливо для имён типов, определяемых с помощью директив type.def и имён структур, но не классов. Однако, при этом, можно спутать типы с именованными константами препроцессора. Для предотвращения путаницы можно дополнять имена типов префиксом t подчёркивания, что даёт нам такие имена, как t подчёркивания color и t подчёркивания menu. Ну и можно ещё, если это класс, просто впереди маленькую c ставить. А, ревнобор. Маленькую c ставить. Можно. А если структура, то впереди s. Тоже маленькую. Но я так делаю. Это не означает, что я делаю правильно. Но мне так проще. Так, так, чё тут. Картишки. А, смотрите. Вот им. Таким, короче, сереньким подсвечивает то, что я уже посещал. А не сереньким то, что я ещё не посещал. Круто. Только-только заметил. Я ещё возьму. Я ещё максимум отма. Да, я жадный. Так. Что за информация? Да. И что? Как наши работают лучше. Мы могли бы торговать нашей избыточной энергией и услугами на медицинские технологии. Если реактор Гека не починить, мы половину этого времени не протянем. В любом случае, без медицинской помощи мы все гули в ближайшие 20 лет. Если город-убежище и Гека не объединяются силой, всё будет плохо. Так, а чё ему? Я не думаю. Ага, данные, да? Хорошо. Хорошо, я возьму диск. Так, он мне дал какой-то диск. И там надо... И там надо... Талисман заберём у него. А, не. Как-то что заберём? Нет, давайте я возьму. Вдруг... 30... 35 пойдёт. Приступаю немедленно. Так, получается, что... Давайте я ещё сюда зайду. Это... Реактор. Но тут ничего нету, да? Это такой типа. Я понял, блин. А я тут не был. Видите, вот как полезно ещё раз пройтись... Пройтись по локации. Ну, shift нажимаю. Чё тут? Ничего нельзя взять. Или можно? Так, тут... Комп старый. Ничего нету. А, нет, есть, 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 есть. Стой, стой, стой. Вот, спуск куда-то. Эээ... Блин, круто. Нашёл. Чё-то я тут нашёл. Чё-то эти гули тут прячут. Офигеть. Офигеть. Он ждёт тебя. Кто ждёт? Походу, у этих гули, как и у людей, тоже есть какие-то какие-то сектанты, гули-сектанты. Его блестящество ожидает вас? Или чё? Блин, темно тут. Что это? Ничего не видно. Так, ладно, пока я тут буду бегать, идём дальше. Итак, идентифицируйте именованные константы. Именованные константы нужно идентифицировать, чтобы вы могли определить, присваиваете любые переменные значения другой переменной или именованные константы. В случае Visual Basic... Не будем Visual Basic, плохой язык. Ну, не язык, а синтаксис-то ужасный. Так, так, так. Одним из подходов к именованию констант является применение префикса. Например, c, ну, си, маленькое, подчёркивание. Это даёт вам такие имена, как си, подчёркивание. rexmax или си, подчёркивание, lines per page max. В случае C++ и Java, конвенция подразумевает использование только заглавных букв без разделения слов или с разделением слов с символами подчёркивания. Ну и, соответственно, когда вы будете видеть... Дыра какая-то. Когда вы будете видеть переменные си, подчёркивание, там, чё-то там, то вы будете понимать, что это константа. И ничего там менять нельзя. Но в этом случае, если это константа, то... Там в C++ есть ключевое слово const. Даже если вы пытаетесь что-то изменить, у вас ничего не получится. Компилятор вам этого не даст сделать. Так, я хочу возродиться. Тогда тебе надо увидеть его. А ты кто? Я избран. Они с копьями стоят. О, блин. Вот это... Ну ладно. Всё? Так, я чую... На тебе один из своих... Так, присоединиться к вам это к кому? Ну, в рамках моего плана по забываю мира. Я собираюсь наградить моих соратников. Гулия возродил... Возвратив им человеческую сущность. Звучит неплохо. Так, 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 так... Почини реактор. Во! Достать в городе гидроэлектрический регулятор магнитосферы, чтобы починить реактор ГЕККО. А несомненно, нападет на ГЕККО. С чего бы этот город дать мне деталь для атомного реактора? Им, что это в их интересах. Они дадут, если ты докажешь им, что это выгодно. Я подготовил экономический отчет. Так, я думаю, что Мак... Единственный советник в городе ГЕККОТОРОЙ достаточно мозгов, чтобы не зацикливаться. Он даст тебе все, что требуется. Кто? Мак КЛЮР... Я понял, это тоже мне дал квест. Ой, ладно. Пойдем дальше. Так. Так, что тут дальше у нас? Идентифицируйте элементы перечислений. Элементы перечислений следует идентифицировать по той же причине, что и именованные константы. Чтобы элемент перечисления можно было легко отличить от переменной именованной константы или вызова функции. Стандартный подход предполагает применение в имени перечисления только заглавных букв или дополнение имени префиксом Е подчеркиванием маленькое или большая Е. Что касается имен элементов, то они дополняются префиксом, основанным на имени конкретного перечисления. Скажем, COLOR подчеркивание или PLANET подчеркивание. Идентифицируйте неизменяемые параметры, если язык не требует их явного определения. Иногда программисты случайно изменяют входные параметры. C++, Visual Basic и другие языки заставляют явно указывать, хотите ли вы, чтобы изменения параметра внутри метода были доступны в остальном коде. Так, может тут что-то полезное. Ничего полезного. Для этого служат спецификаторы. Звездочка, амперсанта, конст, C++ и BYRF, BYWOW, Visual Basic. Ну и в C-Sharp, там что-то я уже забыл, но там тоже можно было как-то указывать, что по ссылке, по значению передается. В случаях других языков изменение входной переменной в методе отражается в остальном коде. Хотите вы этого или нет? Это особенно верно при передаче объектов. Например, в Java все объекты передаются в методы значения. Поэтому, передавая объект в метод, будьте готовы к тому, что состояние объекта может измениться. Если, программируя на таком языке, вы следуете конвенции именования, согласно которой исключительно входные данные параметры нужно дополнять префиком, префиксом const, или final, или non-modify, или каким-то аналогичным, то увидел что-то с префиком, префиксом const, слева от знака равенства, вы будете знать, что произошла ошибка. Если вы увидите вызов const max.set new max, ну и передача там чего-то, так, 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 погодьте, вы также по префиксу const поймете, что произошла какая-то ошибка. Так, надо оставлю я пока их здесь, подожди здесь пока не вернусь. Потом вот этому тоже скажу. И пойдем вот сюда. Ой, а ты что, никого нету? Эй, вы где? А где все? Закрыто? Да ладно. Че-то я закрыл. Ёлки-палки, нету никого? Может, давайте до полудня? Форматируйте имена так, чтобы их было легко читать. Для повышения удобно читаемости кода, слова в именах переменных часто разделяют заглавными буквами или символами-разделителями. Например, имя Gymnastic с Point Total, ну тут все просто вместе написано. Читается хуже и все большими буквами. Чем? Gymnastic с маленькой буквы, дальше Point, ну Point начинается с большой буквы, Total, Total тоже с большой. То есть здесь разделителем как раз эти буквы в верхнем регистре. Или Gymnastic, подчеркивание Point, подчеркивание Total. C++, Java, Visual Basic и другие языки позволяют использовать оба этих подхода. Старайтесь не смешивать эти способы, так как это осложняет чтение кода. Если же вы будете согласованно использовать один из подходов, код станет более понятным. Программисты уже давно спорят по поводу того, что делать. Того, делать ли заглавной первую букву имени, то есть Total Points, то есть Total с большой буквы. Или Total Points, когда первая буква маленькая. Но если все участвующие в проекте программисты будут поступать согласованно, подобные мелочи не будут играть особой роли. Так, ну на сегодня, наверное, все. Больше читать я ничего не буду. В следующем видео продолжим. И в следующем видео тут будут конвенции специфические для конкретных языков. Ну, пару примеров по языкам. Потом еще примеры, еще примеры, ну и так дальше и тому подобное. Там потом стандартизированные префиксы, семантические префиксы и все такое. Так что, сегодня все. Ну, по поводу зачитывания. А сейчас я еще минут несколько сейчас пробегусь тут. Если хотите, смотрите. А если хотите, нет. Если не хотите, то всего вам доброго. Сейчас я попробую... Сейчас я попробую... Так, я... Гэк... Блин, а я сохранился? Вроде нет. Или да. Блин, ну и как мне сюда попасть? Ну, трудом. О, загрузите. А где я загружался последний раз? Да, и вот тут. Давайте еще раз. Так, я этим говорил... Подожди здесь, пока я не вернусь. Потом вот это. Надо, наверное, закинуться... Ого, интеллекта 3 мало. Это, походу, результат работы... Ну, отходники, короче. Я закинулся этими ментантами. Интеллект вырос. А потом, интеллект упал. Так, может тут что-то где-то есть. Дерево какое-то. Ну да, вот так вот. Вот так вот. Купить что-нибудь хочу. Что у тебя тут есть? Лопата. Пистолеты. Потом. Все потом. В Гекка надо было кое-что там попродавать. Ладно. Так. Мой шестой палец на ноге. Эээ, что, серьезно? Пять сотен, да ладно? У меня шестой палец растет. Это плохо. Старый доктор. Ага. Так, что у нас тут? Все закрыто. Позакрывали. Да нет, тут фонарь. Тут я ничего не... Вы благодарны. Вы бы провели бы лучше меня в этот. В город. А как мне в город? А вот никак я не попаду туда. Блин, интеллекта мало. Лучевая бол... Ух ты! Последствия радиации. Антирадин. Вы потеряли... Че еще? Лучевой болезнью болен. Вот так вот. И тут же где-то был этот... Кто-то что-то сидел. Куда он делся? А если я попробую взломать? Давайте я сохранюсь. Взломать эти ящики. Может быть там какой-то пропуск. Да, кстати. Почему бы и нет? Так, как там ломать? На двойке, да? Двойка. А че она не ломает? А, нельзя... А, или можно? Вам не удается снять замок. А если наука? Ничего. Так, а тут если подойду? О, снял. Блин, это мне не надо. Как? Вик тоже может ломать. Круто. Я так... Смотрите, что я стану подальше. Нажимаю двоечку. О! Я понял. Если не стоишь рядом, а подальше, и пытаешься, ну, типа, что-то сломать, то этим занимается твой напарник. Или, наверное, один из напарников. Круто. Не знал, не знал. Теперь буду знать. Тварь из внешнего мира. Ах, ты будила. Слышали, как он разговаривает? Говорит, тварь из внешнего мира. Хорошо. Так, колодец. Тоже теплая вода. Клиника, но... О! Давай, Вик, иди сюда, попробуем сломать. Давай, давай, иди, блин. С радостью помогу. Так, давай быстрее. Еле чешут. Давай, 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 Вик. Это я могу. Ну, как же ты можешь, если я тебе говорю, сломай. Вик не может снять. Хорошо, там доктор закрыл. Наверное, такой большой... О! Я не могу туда попасть. Я так понял, надо сюда подойти, да? Вик, а ну-ка, свали-ка отсюда, ка. И... О! Противоядие. Класс. Так, чё, чё тут с интеллектом? С интеллекта всё так же мало. Блин, это жесть, конечно. Реально, как мне туда попасть? Вон с глаз моих, вон с глаз моих. Хоп-хоп. Хоп-хоп. Тут ещё кто-то. Вроде, да. Я слежу за тобой. А чё, если обокрасть? Кража. О, нормально. Не, не очень нормально. Как он пропалил, что я краду? Наверное, из-за того, что я стоял впритыки, шарился в карманах. Он наблюдательный. О, я тут не всё прошарил ещё. Смотрите-ка. Не, не, подожди-ка, вот. Правильно? Шифт зажимаю. Ну, вот же я. Давай сюда встану. Не, не получается. Закрыто. Не подходи туда, чё ты. Так, какие именно грузы вы получаете? Что вы можете оброкин? Я знаю, почему прекратились поставки из зрителя. Правда? О! О, круто. Ёлки-палки. Вот, держи. Где Вик? Вик! Где этот мудила? Ну, где он? О, блин, вон он, шарится где-то. Наркотики какие-то. Где тут наркотики? Это противоядие. Где он увидел наркотики? Ну, где? 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 А, вот это, наверное. Оружие, наверное, тоже, да? Хорошо. Сейчас я оружие сниму. Оружие тоже уберу. Круто. Они в город пропустили. Так, еще раз. Держи. Что там еще? С какими наркотики и алкоголь? А какой алкоголь? Что, ударился? Мне нету. Это противоядие. Где тут наркотики? Где? Вот это, наверное. Ладно, сейчас я скину Вику еще вот это все остальное. Давайте вот это скину, скину, скину. Ну, это сырные орешки. Это коробка лапши. Это Рад Икс. Может, цветочек, он как наркотик. Что тут еще? Вот это, ментанты. Вот, бафа, вот, наверное, наркота. Ментанты, может быть, еще. Ну, больше ж нету ничего. Что он гонит? А, может быть, короче, надо еще Вика тут оставить. Так, подожди здесь. Еще раз. Круто. Я в городе. Сохраняемся. Так, теперь мне надо с каким-то тем штрихом поговорить. А где мне его найти? Давайте сразу тут, чтобы время не терять. Она говорит, ночью меня попросят выйти. Так, кто это такое? Это меня зовут Рэндал. Так, что это за место? Ладно, ладно, нафиг. Это кто? Это кто? Это кто? Это это, 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 наверное, не то. Мне надо тут главных найти. Еще надо какую-то бабу найти, у которой, у которой, у которой какой-то суперрем набор. Этот, за этот суперрем набор из гека, вот этот зомби даст мне какую-то деталь. Эту деталь я отнесу, забыл куда, но, короче, надо отнести в дыру, по-моему. Ну, и там этот механик починит мне автомобиль. Так, кто это? Нет, это не тот. Рабы, короче, этот город-убежище. Так, поймаю, надо будет тут навести потом порядок. Прийти и освободить рабов. Так, это кто? Опа, учебник первой помощи. Не надо, не надо, этого всего не надо. Блин, мне надо найти эту. Вот это может быть она. Кто это? Нет. Что это за место? Что есть? В принципе, тут можно прикупиться, поторговать, но для этого надо... Ага, спасибо. Мне надо найти... Блин, этих чуваков. Это Викторию. Это кто? Кто это? Кто это все люди? Так, что там по квестам где-то? Статус. Город-убежище. Мне здесь надо найти как минимум двух людей. Как минимум. Это кто? Так, это, наверное, тоже. Вон, какой-то главный центр. Мэйн-танц-центр. Мэйн-танц-центр. Эй, где-то кто? Это... Это ремонтный цех. А что вы чините инструменты? Так, в данный момент у меня токарный станок есть. Опять. И плоскогубцы уже никуда не годятся. О! Я могу чем-то помочь. Вы? Сомневаюсь. А что за проблема достать новые инструменты? Да, а что? Я понял. Ну, это все равно не тот. Но надо найти... Был у меня где-то гаечный ключ. И инструменты. Я кому-то это поскидывал. Надо будет у этих моих рабов пересмотреть. Пересмотреть. Так, забежим сюда. Мне же надо все-таки где-то найти... Эту... То ли Виктория, то ли как ее зовут. И еще одного чувака. Это не тот. Блин. Сейчас пока всех отбежишь. Потом раз и вечер. И тебя уже выгоняют. И все. Это, 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 это. Это тоже, походу, не то. Ну, с ними... Надо со всеми переговорить. Но... Но не сейчас. Сейчас надо найти этого главного... На М как-то зовут. Ёлки-палки. Кто это? Ладно. Кто вы? Я про концу. Экзамена гражданства. Так. И в чем экзамен? Это обширный, несколько высшая математика. Понятно. Вряд ли я сейчас пройду. У меня сейчас, по-моему, интеллект упал. Он 3. Я точно не пройду. Так. Я первый гражданка Лины. Могу ли узнать, что где такой... Мы не предоставляем такие технологии чужакам. Потомок выходца из убежища. Что вы первого выходца из убежища? Что? Что? Вы говорите о другом убежище. Мы никогда не вступали в контакт с другим убежищем. Где оно находится? Так. Ээээ... Эээ... 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 Деревня? Сначала вы говорите, что родом у убежища. Теперь... Да. В чем дело? Что вы имеете в виду? Что? Тупая какая-то или что? Так. Ладно. Мне надо найти... Эээ... Блин, ну, могли бы пометить хотя бы. Ну, тут бы дал бы конкретный адрес. Так и так там. Дом такой-то. О! Вот он, по-моему. Да, на М. Эээ... А вы... А я могу ли... Что было в Грузии? Так. Мне нужны с вами рейдинги. Население, которое называется Вин. Большую часть руды шахтеры продают нюрина в обмен на поставки наркотиков. О! О! 250 очков опыта получил. А что это за винт? Это химикат. Я попробую. Если бы видная утечка радиации была бы прекращена. Сходите к Рэндаллу, руководителю службы обустройства. У него нужно быть. О! Это диск экономии данных, который показывает, какое количество энергии... Ну, насколько я понимаю, генератор города-убежища еле-еле хватает на какое-то... Ну, если вот... Когда будет исправлено, как ясно, она будет производить столько энергии, что ее хватит и для города-убежища. Нет, нет, нет. Ха-ма-ма-ма-ма. Рэндалла надо. Опа! Опа! 750 очков опыта. Нормалек. Только что-то кармы мне не прибавилось. Теперь, теперь мне надо найти... Ого! Уже час десять пишет. Ладно, ребятки. Я тут еще побегаю. Сейчас найду эту Викторию. Или как ее... У нее этот ремнабор был. Найду ее. Возьму ремнабор. А в следующий раз уже с вами продолжим. А то я тут бегаю. Довольно много времени занимает эта беготня. И поиски вот этой... Вот этой какой-то Виктории. Или хрен его знаю. Ладно, всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Ставим лайки, комментируем. И все такое. Всем пока.